Организовала тура сегодня и круглый стол по следам учебного тура в Турцию Ассоциация отельеров АМОС. Месяц назад 20 единомышленников, руководителей сочинских объектов размещения, за неделю посетили 5 турецких городов, побывали в 8-ти пятизвездочных отелях, где пообщались с их генеральными менеджерами и заглянули, как говорят сами отельеры, на кухню гостиничного бизнеса Турции и сравнили увиденное с Сочи, в том числе по реализации программы All Inclusive. И безусловно, это правильно смотреть на опыт наших турецких коллег, которые уже успешно этот опыт внедряют. То есть, ну, здесь абсолютно верно, нужно смотреть, подсматривать. Цель, которую вот у ассоциации, помочь всем отелям города Сочи зарабатывать больше, быть более успешной и иметь больше довольных гостей. Полностью перенимать опыт Турции на курорте Сочи было бы неправильно, отмечают сочинские отельеры. Ведь Сочи изначально строился как лечебный курорт, а курорты Турции – под пляжный отдых. По этой же причине не стоит и сравнивать стоимость услуг двух конкурентов. Но в любом случае вердикт профессионалов – Сочи может по праву гордиться высоким уровнем гостиничного сервиса. Да и о такой загруженности, как в южной столице России и в Турции, не идет речи. Конечно, идет процесс работы с узкими нишами. То есть, кто-то в межсезоне выбирает работу со старшим поколением и создает все условия для того, чтобы пенсионерам в Сочи было очень комфортно. Кто-то сосредотачивается на поклонниках горных лыж, кто-то хорошо работает с молодыми спортсменами. И вот эта сегментация, она в Сочи продолжается, процесс идет. И цель в каждой нише – стать номер один в России. Обсудили сочинские отельеры на традиционной ежегодной июньской встрече, курортные сборы, результаты начала высокого сезона. Заглянули и в межсезонье, подготовка к которому в местных санаториях и отелях уже в разгаре. Успеху способствует и сотрудничество с властями курорта. При главе города Сочи создан Совет по туризму. В него вошли авторитетные представители гостиничного бизнеса. Среди них и председатель управления Ассоциации отельеров «Амос». В том числе и этот плодотворный диалог, подчеркивают специалисты, позволяет рассчитывать на достижение поставленных целей.